За порядком на столичных пляжах будут следить и с земли, и с воздуха. В арсенале спасателей появились беспилотники, которые в случае ЧП могут доставить тонущему человеку даже спасательный круг. Как раз такие ситуации сотрудники МЧС сегодня отрабатывали во время учений. До открытия зон отдыха осталось совсем немного. Как службы города готовятся к сезону, расскажет Владимир Стариков. До открытия купального сезона в Москве считанные дни. У спасателей генеральная репетиция. Отрабатывают классические ситуации. Вот веселая компания перевернула лодку посреди реки. На счастье, рядом проплывало сразу три спасательных судна. А на берегу тушат забытый кем-то костер. И с воды, и с суши. В распоряжении спасателей, помимо дорогостоящей современной техники, особые помощники. Собаки породу Ньюфаундленд. Легко берет за руку и тихонечко тянет. Ощущение такое, как будто буксируют на катере меня. Такие псы могут и лодку отбуксировать, если понадобится. Не всегда можно предугадать, вот тонет человек или балуется. А собака чувствует, если человек испытывает страх, она идет на страх. Она рвется в воду, она своими движениями будет показывать, что ей нужно туда. И человек обратит внимание и, соответственно, отправит собаку и сам пойдет вместе с ней. Водолазы обследуют дно. Весь мусор давно убрали, но лишняя проверка не помешает. Остроугольные камни, стекла битые, ну и прочее, там всякого мусора полно. Ракушки у нас частенько тоже бывает. Сейчас посмотрели, вот буквально, как там? Да, довольно чисто, песок, ну, в общем, как на пляже. В этом году дежурные спасатели на воде получат поддержку с воздуха. Специальные коптеры будут следить за происшествиями и распугивать нарушителей. Будет включаться запись и с высоты 5-6 метров будет транслироваться по громкой связи обращение к тем людям, которые тем или иным образом нарушают правила, будет включаться сирена и будет включаться визуальный проблесковый маячок. Всего в этом году в Москве будет около 60 официальных мест для летнего отдыха. Из них в 12 можно будет искупаться. Подготовительные работы на пляжах уже завершены. Как ожидается, 25 мая они будут официально открыты. Впрочем, торопиться открывать для себя купальный сезон спасатели не советуют. Водоемы в Москве еще не прогрелись. Лучше всего дождаться по-настоящему жаркой погоды. Владимир Стариков, Атон Мещеряков, Станислав Сиричков и Яна Новикова. ВЕСТЬ.